Валерия Спиридонова 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 И эта система позволяет роботам перемещаться там настолько аккуратно и безопасно, что это становится привлекательным для инвесторов, это становится полезным для людей, которые получают информацию от этих роботов. Но это часть технологии, и мы используем сегодня гораздо больше средств для того, чтобы сделать жизнь человека комфортной. Мы это объединяем с приложением в смартфоне, которое дает возможность голосового управления инвалидным креслом. Также мы разрабатываем интерфейс, который будет пригоден для использования людей, у которых возможны дефекты речи, либо отсутствие речи. И при сохранении минимальных двигательных функций человек сможет использовать наш очень различимый яркий цветной интерфейс, понятный. Для того, чтобы передвигаться из одной точки пространства в другую. Например, с помощью лишь одной команды у нас будет возможность перемещать человека от телевизора, например, в кухню или в ванную комнату. То есть человек уже не будет привязан к одному месту, он будет самостоятельно передвигаться, самостоятельно возможно отдавать команды другой технике. Сегодня у нас есть значительная часть разработки уже в железе. Это, как я уже говорил, часть компонентов робота Промобот. С нами работает Алексей Южаков, человек с 90-летним стажем производства и изготовления роботов. Это доктор технических наук. Он входит в топ-30 списка Forbes технологических предпринимателей России. Другие члены команды занимаются программированием, разработкой системы навигации. Система навигации уникальна настолько, что мы считаем, что ее возможности можно расширить далеко за пределы использования инвалидного кресла. Мы считаем, что эта навигация настолько эффективна и настолько доступна, что ее можно использовать в супермаркетах, в больницах, может быть, даже в космосе. Конечно, не для инвалидного кресла, но для других ботов и дронов, которые будут передвигаться по закрытым пространствам космических станций и оранжерей, и бас на Марсе и на Луне. Значит, что касается текущего положения дел, нам нужно внести ряд доработок в те вещи, которые у нас уже есть на руках. Для этого мы запустили краудфандинговую компанию на сайте Индигогу. Наша цель — собрать порядка 3,5 миллионов рублей. Для того, чтобы закончить разработку. В эту сумму входят первичные комплекты для поставок пилотных версий устройства. На сайте компании есть возможность сделать предзаказ. Есть возможность сделать предзаказ партии устройства в одной руке со скидкой. И также есть возможность сделать предзаказ полностью оборудованного кресла этим устройством. То есть человек получит полнофункциональное устройство за свои деньги. На цикл производства мы закладываем со всеми мыслимыми или немыслимыми задержками 12 месяцев. То есть в течение 12 месяцев пользователи уже получат готовое устройство. Я думаю, что сегодня мы отдаем себе отчет в том, что оно должно быть доступным для широкого потребителя, потому что наш целевой потребитель не богат, будем прямо говорить. Мы рассчитываем, что конечное устройство будет стоить в пределах 200 долларов США. Мы надеемся, что социальная значимость этой разработки будет не оставлена без внимания. И мы сегодня каждым рублем вложенного в эту разработку отвечаем перед нашими потребителями. И фактически я отвечаю своей головой. Простите за каламбур. Если вас интересует, связана ли эта история с моим участием в проекте Канаверу, я отвечу, что нет. Это совершенно отдельный проект, не связанный с Канаверу, с ним не согласованный и никаким образом не пересекающийся с его разработкой. Но, конечно же, я пытаюсь вернуть благодарность Вселенной за то внимание, которое мне оказано. И поэтому я занимаюсь сегодня проектом Plymouth Year. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо большое. Коллеги, я предлагаю вам поднимать руки в случае, если у вас есть вопросы. Коллеги, прошу вас, девушка, последний ряд, возьмите микрофон. Здравствуйте. Елизавета Хромцова, Live. Скажите, правильно я понимаю, что это будет какое-то дополнительное устройство, которое устанавливается уже на кресло? То есть это не целое кресло, да, готовое, а вот оно дополнительно устанавливается, правильно? Мы предполагаем поставку устройств в качестве наборов так называемых китов, в которые будет входить все необходимое для установки на практически любое имеющееся у человека с ограниченными возможностями электрокресло. То есть мы будем внедряться в систему управления, мы поставим пару датчиков в помещение, и устройство будет полностью готово к работе. Спасибо. Валерий, а какова доля отечественных, скажем так, компонентов запчастей, ну, в общем-то, и программного обеспечения в проекте? Сегодня доля отечественных разработок более 50%. Как я уже говорил, основная часть именно технической реализации лежит на команде промо-бот, на Алексея Южакове. Он будет использовать компоненты устройства, которые у него уже есть, и мы будем их дорабатывать и реализовывать. Но я бы хотел отметить перспективы программной части этого устройства. Дело в том, что мы видим будущее таким образом, что человек, обладающий этим устройством, сможет в дальнейшем чувствовать себя даже более комфортно, чем здоровый человек. Объясню на примере. Если вы пойдете в супермаркет или торговую сеть крупную, вам нужно будет какое-то время для того, чтобы сориентироваться, где находятся стойки с хозяйственными товарами, где находятся стойки с молочными изделиями. В нашем программном комплексе мы будем подгружать данные торговой сети, и человек при нажатии кнопки будет перемещаться сразу туда, куда ему нужно. Спасибо. Коллеги. Коллеги, я предлагаю вам проявить некоторую активность. Если у вас есть вопросы, не откладывайте их на завершающую часть нашего мероприятия, так как время у нас достаточно ограничено. Прошу вас, последний ряд. Добрый день. Очень интересное у вас направление, которое вы даете. Действительно, большую надежду очень многим. Если можно, вот поясните, пожалуйста, а вы же будете использовать навигацию GPS? Мы планируем использовать и навигацию GPS в том числе, но, конечно, она непригодна для помещений. Поэтому для помещения нами разработана наша уникальная технология, сочетающая в себе данные с инфракрасных датчиков, инфракрасных бластеров, как мы их называем, и нескольких оптических камер. Но при всем при этом устройство и его установка будут крайне просты в использовании, в инсталляции, и не будет вызывать вопросов у пользователя. То есть пользователь самостоятельно производит инсталляции? Абсолютно, конечно. Хорошо. А где-то можно почитать какие-то правильные, точные технические термины, то, что вы сейчас так легко произнесли? У нас есть сайт clevershear.com. Пока он находится в постоянном наполнении, но там уже есть базовая информация, которую мы будем дополнять, мы будем выкладывать туда больше технических деталей. Мы понимаем, что инженеров интересуют нюансы, поэтому мы будем, безусловно, рассказывать многие вещи, которые находятся за пределами патентов и за пределами разглашения коммерческой тайны. Потому что сегодня проект автопилота в таком формате является первым в мире, не в России, а в мире. Поэтому мы пытаемся оставить некоторые вещи за собой. Зарубежные коллеги проявили какое-то интересное уже к проекту. Возможно, были какие-то обращения со стороны зарубежных партнеров или просто... Я так понял, что, к сожалению, из моего анонса, который я подготовил, не всем было понятно применение этого устройства. Я надеюсь, что после этой пресс-конференции у людей будет четкое осознание необходимости и важности этой разработки. Потому что действительно людей, которые могут ее использовать, очень много, и она им действительно жизненно важна. Спасибо. Прошу вас. Последняя девушка. Спасибо. А вы не могли бы несколько слов сказать о вашем сотрудничестве с Коноверой? Продолжается ли оно? Или, может быть, у вас меняется отношение к этому проекту? Или вы все-таки ждете каких-то научных данных новых? Смотрите, я понял ваш вопрос. Безусловно, я продолжаю общение с Коноверой. Мы обмениваемся с ним информацией. И, по моим данным, он готовит порцию новостей в сентябре. Конечно, мы с ним будем развивать его проект тоже. Но мы понимаем, что то, что он предлагает, пригодно для каких-то единичных, уникальных случаев. И это никогда не будет массовым. Я же хочу помочь как можно большему количеству людей с помощью технологий, которые не вызывают сомнений, не вызывают споров, этических дискуссий. Поэтому надеюсь, что мы друг друга здесь как минимум дополняем. Спасибо большое. Да, коллега, прошу вас. Не раскрывая технических секретов, если можно как-то так метафорически объяснить, в чем ноу-хау и в чем достижение вашей этой новой технологии, которую вы собираетесь? Да, конечно. Это сочетание программно-аппаратового комплекса, которое зиждется на трех основах. Первое – это, безусловно, контроллер, который позволяет управлять коляской, управлять универсальными, разными типами колясок. Он будет универсальным, он будет подходить к ним ко всем. Он будет внедрён в систему управления, джойстиком, моторами и так далее. Он будет позиционировать пользователя точно, безопасно и очень плавно. Далее – это программный комплекс, который будет брать на себя все вычисления, брать на себя ориентирование в пределах помещения, за пределами помещения, подгрузку данных из интернета для того, чтобы, как я уже рассказывал, ориентироваться в других пространствах, вроде супермаркета, вроде торговой сети. Конечно же, мы думаем о безопасности пользователя, поэтому мы не будем, как минимум, в первой версии выпускать это на дороге, то есть автопилот никогда не поедет туда, где есть автомобиль. И третья уникальная часть – это именно система навигации. Мы используем для построения плана помещения очень доступные устройства, то есть это не лидары, которые сегодня дорогостоящие довольно-таки остаются, это наборы, как я уже говорил, инфракрасных бластеров, инфракрасных сканеров. Они статичны, они не требуют постоянного сканирования, обновления информации так быстро, как это делает лидар. Поэтому для помещений, для людей, для предметов, которые движутся с предельными скоростями, мы считаем, что они будут оптимальны. Спасибо. Прошу, самый активный у нас, коллега. Можно ли использовать вашу систему для слепых людей, если это в пределах помещения? Безусловно, конечно. Мы рассчитываем, что в том числе и слепым людям это будет большим поспорьем, потому что, как я уже говорил, команды для передвижения можно будет отдавать голосом, простым русским языком, поэтому мы будем очень рады, если эти люди тоже будут использовать наше устройство. Спасибо. Коллеги, прошу, есть еще вопросы. Валерий, вы сказали, что на производство устройства нужно по самым, скажем так, подсчетам таким, с запасом взятым 12 месяцев. Когда первое устройство можно будет увидеть, уже посмотреть в действии, то есть не тестовое, а вот именно уже промышленное, скажем так, вариантовое? Я рассчитываю, что промышленный вариант будет готов в первом приближении через 8 месяцев, если у нас не будет никаких задержек, и если мы соберем сумму, о которой я говорил вначале, то есть без 3,5 миллионов рублей мы не сможем даже начать эту разработку. Поэтому, как только мы закончим кампанию, мы посмотрим на ее результаты, и я прошу вас уделить этому пристальное внимание. Это социальный проект, который несет в себе коммерческий интерес в самую последнюю очередь. Это очень доступное устройство, и сегодня важным является довести его до производства. Спасибо. Вы, давайте, может быть, так как действительно проект имеет колоссальную, совершенно социальную значимость, сбор средств происходит по какой системе, какие есть варианты, помимо, возможно, уже отлученных? Сбор средств происходит очень открыто. Вы можете видеть все суммы, которые поступают на сайте Indiegogo. Также ссылка на кампанию есть на сайте cleverageyear.com. Вы попадаете при клике на иконку, соответствующую прямо на кампанию, и можете наблюдать весь процесс. Спасибо. Коллеги, я прошу вас. Да, прошу вас, коллеги, в последние лет. Скажите, такой социально значимый проект, почему государство не может протянуть вам руку? Мы, честно говоря, не обращались за помощью к государству. Мы пытаемся сделать это как можно быстрее, не занимаясь большой бюрократией, потому что мы, в первую очередь, инженеры, робототехники, программисты, поэтому решили делать так, как нам понятно, и тем более, что мы хотим, чтобы этот проект был международным. Мы надеемся, что этого будет достаточно для того, чтобы его запустить. Спасибо. Коллеги, прошу вас, еще вопросы. Прошу вас. Здравствуйте. Артур Эскардо, испанское функциональное агентство ФИА. Я не знаю, может, вы в начале пресс-конференции говорили, меня не было. На какой стадии находится проект по пересадке тела с доктором Канавера? Последняя актуальная информация, которая у меня есть, это то, что статьи доктора Канавера были допущены до публикации в американском медицинском журнале Surgery. Это профессиональный медицинский журнал, и статьи, которые там публикуются, проходят рассмотрение, рецензию, утверждаются другими специалистами. Там в мае напечатан ряд циклов целых статей доктора Канавера, Рена Сяопина, которые подтверждают эффективность их разработки. В дальнейшем Канавера находится в отпуске до сентября. В сентябре он планирует новый анонс. Он считает, что у него есть ряд хороших новостей. Спасибо. Прошу вас, коллеги, есть ли у нас еще вопросы? Коллеги, если вопросов у нас больше нет, я полагаю, что мы будем завершать нашу следующую пресс-конференцию. Я поблагодарю Валерия за подробный рассказ о проекте, вас, уважаемые коллеги, за проявленный интерес к теме мероприятия. Будем рады видеть всех на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИР России. Сегодня, Валерий, я благодарю вас за уделенное время. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.